Картошка с гарантией. Экологически чистый продукт собственного производства на прилавках нашего магазина уже скоро станет нередкостью обычным явлением. Фермерские хозяйства набирают обороты. Если в прошлом году в НАУ их было всего два, то за половину этого уже шесть. Одно из последних открылось весной. Сейчас с агропромы ждут первый урожай. Эти земли нетронутыми оставались десятилетия. Уже сегодня здесь растет картошка. Площадь небольшая. Всего 12 соток. Однако это только начало, уверяет частный фермер Юрий Рось. В перспективе увеличить угодья в разы. Всю выращенную продукцию агропром планирует реализовать здесь, в регионе. Прежде всего в детских садах, школах и больницах. Ее сможет приобрести и местное население. Желающих уже хоть отбавляя. Главное, говорит фермер, чтобы хватило на всех. Как бог даст, посмотрим. Не дай бог, как тот год был, что вообще ничего не собрали. Из-за погоды? Да. А в этом году как погода? В этом году нормально. В том году просто морозом побил. Ничего лишнего, только натуральные удобрения. Вот рецепт экологически чистого продукта. На этом поле размером в гектар работают всего два человека – Юрий и его сын. Уже в этом году, помимо выращивания картошки, частные фермеры намерены заняться птицеводством. Возможность и есть. Региональные власти всячески поддерживают местных энтузиастов. Агропромов они называют некими первооткрывателями, точнее, возродителями традиций. Надеемся, что теперь при государственной поддержке, при наличии частной инициативы и таких инициативных людей, как Юрий, мы и его сын Сергей, который как раз и зарегистрирован как крестьянское фермерское хозяйство, нам удастся возродить, скажем, картофелеводство. И надеюсь, это будет просто примером для остальных. Когда-то примером переселенцев из Коми, которые первыми стали выращивать картофель на ненецких землях, последовали жители многих поселков. И это принесло хорошие результаты. Результат фермерского труда Юрия Рось на прилавках появится уже в сентябре.